здравствуйте уважаемые телезрители вы смотрите arctic tv в прямом эфире программа знаки и в этой программе как водится мы не говорим о политике и изучаем судьбы людей с позиции расположения звезд строим гороскопы разбираем натальные карты даем астрологические советы и эту программу как всегда для вас ведут астрологи сергей сгазинский и ксения мавлютова добрый вечер дорогие наши телезрители в этот майский заснеженный денек хочется поприветствовать вас ждем ваши звоночки нам в прямой эфир номер телефона прямого эфира 8 911 300 13 77 куда можно только звонить описать может группу вконтакте да потерю по телефону можно только звонить голосовые сообщения не отправлять текстовые сообщения не отправлять для текстовых сообщений есть специальная группа астрологический центр знаки здесь есть раздел определенный называется ваши вопросы астрологу и вот если вопросы приходят мы всегда стараемся на них ответить кроме того здесь астрологический центр знаки здесь на стене есть различные объявления вот например лунный календарь на май это мурманский лунный календарь арктический не мур сейчас все арктическое арктическое арктический календарь будем в тренде лунный да и вот здесь можно посмотреть что где когда какой новолуние полнолуние когда когда что происходит вот кстати у нас 8 числа в среду будет новолуние первый лунный день начнется с самого утра а новолуния во сколько а новолуния в 621 по московскому луния потрясающе по своей силе и вообще там участвовать просто все здесь все и венера и уран и юпитер мощно будет обновлением прям до юпитера прямо очень мощное обновление причем новолуние чем хорошо да тем что то что вы представляете в новолуние то что в новолуние закладываются мысли это вообще день мысли первый лунный день и чем больше так позитивных мыслей позитивный настроек предвидение ситуации конструирование этой ситуации тем больше вариаций что это разобьется само собой даже без нашего силу это просто супер плюс к этому то аспекты хорошие на сатурн так что прям мечтайте планируйте всякие разные не руль и тебя дела а если вы захотите узнать что такое все-таки лунный календарь и как им пользоваться у нас 25 мая 25 мая у нас будет выездное выездное на турбазе значит занятие лунный календарь основа управления временем и даже если человек не астролог мы его тоже приглашаем потому что мы научим как пользоваться этим календарем что делать какие дни и легче в лунный ритм если встроиться жить легче я рекомендую прямо от себя что взять на пистите даже если вы совсем к астрологии не имеется кого отношения все станет понятно ну а луны и дни для вас раскроются совершенно другим смыслом и вы сможете планировать все свои бытовые и вот как сказать просто жизнь и жизни шитейские домашние луны и будет получаться легче и проще вы прям заметите по своей жизни как это будет действовать да у меня были очень хорошие люди свое время тоже лет пять назад на вот лунном календаре и если я вовремя не сначала не не астрологи они никак к астрологии и если я вовремя календарь не опубликую они уже говорят это что это такое только давайте давай дарь заран дарь планировать надо планировать надо смотреть надо подстраиваться это самый легкий ритм ведь почему у нас неделя получилось у нас неделя получилась потому что за неделю меняется фаза луны фаза луны и таких четыре фазы луны как раз в один месяц об этом да и поэтому да это самый естественный наш календарный ритм без которого мы жить собственно не можем и недельный ритм он выходит тоже из лунного ритма то есть четыре жду 728 а в лунном календаре 29 но у нас немножко несоответствие в нашем мире есть математика она идеальная наука она показывает вот как должно быть а физика она чуть-чуть узнаете вот где-то совпадает где-то не совпадает где-то точнее где-то в одну сторону ушло в другую сторону ушло и так далее и поэтому но мир наш такой немножко не не в матем не идеальный с точки зрения дать площадь человеческий мозг за счет по тематике хочет все вот так вот структурировать а природа по-другому рода немножко по-другому да может быть потому что вот когда-то этой природе был нанесен удар может потому что там князь мира сего управляет этим миром он всю эту гармонию разрушает и так далее но по-крайней мере вот лунный ритм он позволяет нам в гармонию строится вот сейчас даже пасха да и вы если будете даже смотреть как паска рассчитывается до берется 21 марта 21 марта это день равноденствия весеннего до всегда то есть 21 марта к сожалению не к дню весеннего равноденствия привязывается календарь и 21 марта берется первое полнолуние после 21 марта а потом первое воскресенье после полнолуние 21 марта и получается пасха то есть любой ритм календарный он связан с луной и если пользоваться вот этим лунным естественным лунным ритмом то можно очень неплохо выстроить свою жизнь конечно вот например завтра 29 лунный день ну и знатоки уже знают что на при на завтрашний день важные все вещи оставим не будем так сказать идти на конфронтации конфликты про да но по подводить итоги хорошо да подводить итоги хорошо как раз значит завершение какого-то большого цикла происходит первого значит первый лунный день который со следом начинается он будет давать очень такой напор на напор ментальный вот как можно говорить мысленный напор вперед и он будет длинный он с утра до ночи действует то есть вот я например если можно было а я и не пойду на работу никакую среду я буду вот заниматься своей головой направлять мысли в нужное время до прорезать пространство помните как иван василич на профессию да когда корабли бороздят просторы и так далее то есть будут заниматься придумыванием чего-нибудь нового да это просто супер от себя добавлю что заметила перед новолунием то есть так сказать оконцовка месяца обязательно что висела на волоске так назовем это так образно или не образно обязательно пуговка оторвется поэтому завтра не волнуемся все что нужно сделать вы прям воочию увидите ну да конец месяца подведение итогов да что ж поделаешь да и у нас приливы отливы да у нас связаны с лунным ритмом мы можем если мы отдаем себя природе и начинаем просыпаться не по будильнику а как угодно у нас день начинает сдвигаться все дальше и дальше а в лунных сутках примерно 25 часов и вот по такому ритму на час дальше на час дальше на час дальше очень мы очень стреляя за будильник нас будильник нас заставляет в нужное порядочить и структурирует как математика физику правильно завершенно верно так это про лунный календарь то есть всех приглашаем 25 мая 25 мая вместо было бы лава будет все объявление кстати вот здесь будет это объявление и размещено прямо здесь в астрологическом центре знаки где и когда можно записаться можно пойти сюда вот тоже есть сообщение что марс перешел знаком на а кто рождается с марсом знаки овна и извините это та и любит такие что угу гу 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 это как будто бы что мало не покажется но они могут грубить даже иногда вот такие вот нарываться 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 марс когда а еще знать туда солнце зайдет и солнце как раз в этом году в овне да но когда она была да вот она будет близнецах то марс будет повне люди будут очень у нас активно разговорчивый активный до рождаться данную а венера в тельце венера то в тельце а венера у нас символ красоты и символ денег вот что лучше вот людям что лучше красота или деньги так это то есть то есть и наоборот и наоборот да но кстати вот были тельцы а венера управляет тельцами да которые вот по поводу этих денег очень много интересных открытий сделали очень интересно посмотреть бы гороскопа ну конечно это же у нас карл маркс очень знаменитый карл маркс да если мы откроем его карту натальна но честно говоря не знаю вот время рождения не знаю поставим на 12 часов ну да 12 часов карл маркс родился 5 мая 1818 года был вторник 12 часов в туре город 3 германии 3 3 3 германия да интересно кстати у нас ведь любой город возьми у нас есть улица карла маркса любой большой был таким видным деятельным видным деятелем да у нас марксистская идеология была да да с какими-то вот такими учебниками да да 100 вот так их надо было знать наизусть наизусть не надо было знать но надо было знать о чем там идет речь а речь-то шла об экономике социологии о развитии товаро-денежных отношений о всяких надстройках базисах и так далее и это было всегда очень интересно и сейчас если вспоминать карла маркса это очень-очень даже вот супрема фундаментально да вот вот кто у нас не не преподавал экономику все время все говорили что три великих экономиста в мире так это карл маркс это карл маркс это джордж кинс и это адам смит вот три три основополагателя экономической науки и что мы видим что мы видим давным же на мы мы можем видим из гороскопа и мы видим с вами обратите внимание а луна в тельце луна в твой и и солнце в тельце и он родился в новолуние в первый лунный день вот о чем мы говорим тоже в тельце понимаете как вот сейчас но ну еще в затмении солнечное родился вот сразу там часа 4 всегда очень вот люди которые выдающиеся когда мы затмением связано да причем на восходящем узле это причем в тельце да и он весь мир соизмерил с материей круто получается ну ведь у него какой у него меркурий какой замечательный ул был так мир меркурий да меркурий это в близнецах меркурий близнецах очень хорошие разница когда это статьи это книги это информация публицистика и так далее и вот лучше меркурий это как новое знание четвертый градус мемб близнецов это градус заходящего узла это значит все накопленное все накопленное человечеством да он смог переосмыслить и вот это совпало и вот его знаменитая формула там товар деньги товар да там добавленная стоимость и так далее да все очень очень до сих пор мы этим пользуемся и просто удивляешься как это все работает и ведь и это он говорил что буржуазия порождает пролетариат который ее потом и убьет но до сих пор не убил до сих пор не убил но сами принципы вот эти вот когда он говорил что писал вернее что если дать капиталу там десять процентов прибыли он начинает шевелиться если дать там 50 процентов прибыли он начинает бегать там ну как-то так вот я уже дословно не помню но если дать 300 процентов прибыли то нет ни одного такого преступления в мире на который не пойдет капитал чтобы это заработать и воины он разбирал именно как экономические столкновения интересно что примечательный сатурн в рыбах у карла маркса как прям сейчас у нас на ней прям 16 16 сатурн это всегда как бы окаменелости да и вот мы видим а сегодня о нем не просто так и вспомнили да вот это да кстати можно напомнить телефон номер телефона прямого эфира 8 911 3 2 0 13 77 ждем ваши звоночки дождем ваши звоночки и вот видите соединение одного и второго и до оба светила в тельце и скорее всего там где-то он середине дня наверно родился или на восходе да чтобы эти светила оказались на какой-то точке или на восходе ли все в середине неба и вот оставил свое наследие как бы всему миру и кто-то им по-разному пользуется в нашей стране там моего на его основе пытались создать государство но к сожалению или к счастью я не могу сказать я не политик и не историк почему же не получилось я вот пытаюсь найти из гороскопа из-за оппозиции меркурия к нептуну и курану слишком возвышенные действия лишь слишком там они вы знаете вот нептун здесь наверно нептун здесь наверно даст слишком большую иллюзорность того что будет это как бы мы верим в лучшее да он готовимся к лучшему а у нас звонок добрый вечер здравствуйте вы в прямом эфире представьтесь пожалуйста а алло здравствуйте здравствуйте доброго дня вам хотела пожелать спасибо и хотела у вас знать вот я родилась в новгородской области акуловский район тринадцатого ноль четвертого угу 1977 я записываю во сколько в шестра тринадцатого вот хотелось бы узнать вообще что ждет ближайшее будущее там семьдесят семь да как вас зовут как вас зовут здоровья юлия юлия очень приятно ю ли я так тринадцатая ноль четвертая 77 четыре утра до шесть утра 06 утра акуловка 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 моя родная станция Я знаю. Потому что я в Крестцы всегда еду. А там рядом. Акулов. Все рядышком. 13 апреля 77-го. Среда. О, Акуловка. Ульяновская есть? Курская? Нет, новгородская. Восточно-казахстанская. Что-то у меня такое Акуловки. Нет, посмотрите, пожалуйста, на новгородская. Если не найдете, боровичи ставьте. Так, проверяем. Проверяем, что мы тут находим. Солнце в Овне в 24-м градусе. Солнце в Овне, человек всегда активный. Сейчас мы на Марс еще поглядим. А Марс в рыбах. А Марс в рыбах не очень активный. Мягкий Овен такой, мягкий. Конечно, с овненскими качествами и переживаниями, но мягкий. И сейчас вот прямо на Марс становится Сатурн. И как-то вот останавливает вас немножечко. Как-то вот замирание какое-то, остановочка какая-то происходит в жизни. А у вас это чувствуется как-то вот? Ну, не могу сказать. Сейчас вот по здоровью смотрю все про себя. Ну, вроде как все идет хорошо. Хотя ожидала, что будет плохо. Юля, в чем тогда именно ваш вопрос? Давайте мы более прицельно посмотрим. Более прицельно? По работе хотела узнать, что гладко все будет или какие-то будут провалы. Так. А вас могут по работе, ну, как бы возвысить. Вот возвышение такое показано в ближайшее время. Ну, назначено на должность. Ну, какие варианты возможны. На должность какую-то. Вот впереди вот такие вот показатели. То есть, если вы хотите чего-то добиться там, то у нас планета, которая отвечает за это все, Юпитер, она возвращает свое пещено, свое место, да. Пройдет чуть дальше, Сатурн сделает аспект. Позитивный секстиль, да. И у нас вот Десятый дом у вас отмечен знаком Козерога, и Сатурн отвечает за работу. И у вас такой, знаете, как бы взлет по работе показан очень хороший. Потом Венеру начинает задевать этот вот Юпитер. Там какие-то чувства, какие-то вот рост какой-то свой собственный. Потому что студент у нас в Тельце находится, и Венера за него отвечает. Какой-то у вас такой вот позитивный момент впереди с небольшой грустиночкой, с горчиночкой. Горчиночку дает Сатурн. Горький вообще по вкусу, да. А он идет по Марсу. До конца года будет идти, и вы будете думать, это может не надо, может не надо, может это. А Юпитер говорит, надо. На, посмотри, сколько есть конфеты. Да, вот вы посмотрите, вот это же один год такой у вас вот очень хороший. Он и для путешествий, он и для вот личных каких-то приятностей, здесь показаны, для работы. Грех не воспользоваться, мне кажется. И на Луну потом еще аспекты. Так что, если вы спрашиваете, что вот будет впереди, без вот общего такого, да, конкретики, то впереди будет у вас все хорошо. И даже по здоровью, по здоровью, потому что здесь один из знаков шестого дома, один из знаков весы Венеры отвечает, да, за здоровье Венера, тоже будет хорошо аспектировано. И поэтому и по здоровью вы все сделаете. Единственное, что вот какая-то вот как-то грустно вот на сегодняшний день, и, может быть, вы опасаетесь какого-то вот увеличения чего-то хорошего, вот настроены так вот как-то вот немножечко. Ну, это проходящее. Ну, это проходящее, да. Да. Вот все. Вот, Юля. А что еще, может быть, вы хотите смотреть? Может, еще. Да, что? Ну, столько вопросов было, я дозвонилась, и я потерялась. Вот надо записывать. Вы собираетесь куда? Да, да. Как вы, например, как вы поездку планируете летнюю? Вы куда-то собираетесь? Поездка будет только здесь. Только здесь. По Мурманской области. Ну, и по Мурманской области поездить можно. Конечно, столько всего интересного. Столько интересного, да. Дача и обратно. Ну, так и на даче хорошо, вон как. На свежем воздухе. На свежем воздухе, да. Видимо, лето хорошее будет. Вот весна плохая, а на ваш гороскоп глядя, и то, что вы в Мурманске будете находиться, да, мы что-то верим, что будет хорошее. Да, да, будет хорошее. Потому что, да, вот по вашей карте, если вы собираетесь, да, в Мурманске его проводить, потому что хорошее. Все нормально. Единственное, вот что, Сатурн. А Сатурн у нас дошел, кстати, до 19-го градуса. Наверное, еще нет. По-моему, еще нет. И вот он через неделю там будет, через неделю он встанет на Марса, и вы что-то начнете бояться. Вот что. Вот она, да, боязнь действовать, да? Да, боязнь действовать, боязнь активности. Седьмой дом тоже связан. Там супруг, может быть, что-то там, вот как-то у него какие-то сложности. Да, Леся. Что? Уедет просто. Ну вот, чувство одиночества, грусть какая-то. Ну вот это вот показано, да. А если не секрет, вы чем занимаетесь? Ну могу, да, секрет. Секрет, ну хорошо, не надо. Но просто по деятельности очень хорошо показано. В общем, так говорится, если что, согласаться. Да, да, соглашаться. Да, здесь об этом мы говорим. А вы чего сами боитесь, что не справитесь? Конечно. Да, не хочется. Я что-то уже, мне кажется, знаете, хочу напеть. Я тоже хочу на пенсию. Но нам пенсионный возраст подняли. И вот я вот сижу, дожидаюсь тут на лавочке. А пока мы дождемся, его еще раз подниму. Да, поэтому. Ну, откажетесь через год, захотите. Не захотите, да. Посмотрите, там вот Сатурн будет идти. Он дойдет у нас до Солнца. Дойдет у нас до Солнца. Это значит года через три. Давайте соглашайтесь. А надоест, года через три откажетесь. Можно на покой? Ну, там уже посмотрим. Попробовать надо, что не попробовать. Попробовать надо, горизонты раскроются. Да? Да. Вот, Юлия, чем еще можем помочь? Спасибо вам, Польфури. Да, и вам тоже. Спасибо за звонок. Всего доброго. Хорошего вам дня. Всего доброго. Спасибо и вам. Вот иногда, видите, как ждут люди, например, возможности. А человек не готов. Понимаете, вот я чем больше занимаюсь астрологией, тем больше понимаю, что гороскоп – это все возможности. То есть ими можно пользоваться или не пользоваться. И если человек не пользуется, мы ему не можем предъявить, да, но может судьба предъявить, там, или его психика предъявить, то, что что ж ты, вот, упускаешь моменты. А так вот, очень часто видно, что и любовь может быть у людей, и счастье какое-то может быть, и человек не пользуется этим. И говорит, что мне ничего не надо, я не хочу, и так далее. Некоторые привыкают к одиночеству и уже не могут принять другого человека. Вот, в соседний угол это уже трудно. А у нас звонок. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Елена. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, чей бы гороскоп вы хотели посмотреть, свой или кого-нибудь? Мой гороскоп – общий расклад. Общий расклад, как на картах, да. Ну, прошу. Пожалуйста. Дата рождения ваша? 22. Время рождения – 23. 21-е на 22-е полночь. 21-е на 22-е полночь. Елена, уточняю, 22-е апреля, 63-й год, Мурманск. Да. Угу. 63-й сейчас я поставлю, 0-0 поставим. Отойдите, Елена, пожалуйста, от телевизора, если вам не трудно, от экрана. Да, потому что у нас булькает, да. Это Бурманск будет, Мурманск. Мурманск, Мурманск. Сергей Милович, 22-е просто нули, да? Нули, да. Или одну секунду. Ну, чтобы точно в следующий день уйти. Так, просто нули. 22-е апреля, 63-го года, 0-0. Мурманск, 21-е на 22-е. 20-е козерога? Да, 19-е. Ну, пусть будет, плюс-минус у нас всегда с вами не совпадает. На 4 минуты. Так, здесь что получается? Солнце у нас вначале тельца. Угу. То есть человек такой вот... Ой, зато на луне в 4-м доме. Человек, казалось бы, должен быть спокойный, ну, из-за того, что луна в Овне, луна в Овне, с Юпитером соединение, человек очень переживательный, очень. И видите, и Марс во Льве. Во Льве, да. Да. Много огонька для тельца. Много огонька для тельца. Но Венера, не знаю, здесь любовь какая-то у вас нарисована. Так и по домашним делам, смотрите, какое-то обновление прямо. У вас никаких семейных обновлений в широком смысле этого слова не предвидится? Алло, алло. Лен, вот вы здесь? Видимо, со связью что-то. Ну ладно, давайте посмотрим. Ну, вот счастье у меня-то впереди там. Венера. Ну, если со здоровьем будем надеяться, все хорошо. Венера еще и запятый. Может, внуки? Ну, внуки, наверное. Это внуки, счастье личное. Внуки, потом луна, вот что-то булькает там, со связью что-то. Лена, вы нас слышите? Помехи какие-то. Может быть, подойти к окну, где там у вас связь есть? О, мы сами себя слышим, да? Нет, Елена говорит просто, мне не доходит как-то. А что вы имеете в виду? Ой, вот теперь мы вас слышим. Алло. Теперь мы вас слышим, да. А что вы имеете в виду? А пока... Мы то слышим, то не слышим вас. И вот мне непонятно ничего. Вы нас спрашиваете, что мы имеем в виду, по какому вопросу-то? Мы жестоко тут наговорили. У меня к ней нам. Есть ли позитив какой-то? И мы спрашиваем. Внуки, недвижимость, какие-то, может быть, еще мероприятия, которые приносят именно радостные события. Касательность вашей семейной жизни, семьи или недвижимости. А, ну, есть... Такое, конечно. Не слышим. Алло, алло. Вот, вот теперь слышно, да. 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 Перезвоните, пожалуйста, Елена. Перезвоните нам, потому что мы не слышим ничего. Ну, вот. Так. Ну, вот. Мы остановились на Карле Марксе, да? Да. Ну, удивительно, когда такие выдающиеся личности. Вот ты гороскоп смотришь, и ты же прям понимаешь. Вот меня еще интересует Марс в Раке. Дает некоторую осторожность. Ну, также копание. Ведь он, наверное, действительно хотел докопаться до сути. Плюс такие диспозиторы его Солнца сильные. И Венера в обители. И Херун в экзальтации. А у нас звонок. А у нас. Здравствуйте еще раз. Это Елена. Да, да. Да, Елена, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Елена, вы отошли от экрана телевизора? Да. Да. Так. Ну, тогда продолжаем нашу астро-беседу. Лена. Да, да. Какая сфера вашей жизни вас интересует? Потому что пока вы были не на связи, мы здесь некоторые предпосылки сказали. Что вас интересует? Скажите, пожалуйста. Да. Да. Елена, пожалуйста, выключите звук телевизора и разговаривайте с нами только по телефону. Пожалуйста, если можно. Общий расклад, общий. Общий. Общий расклад позитивный. Общий. Работа, здоровье, личная жизнь и так далее. Ну, как это общее? Это вот вы конкретно спрашиваете. Личная жизнь позитивная. Значит, на Венеру встал Нептун позитивный. Если вы, надо там познакомиться или что-то, позитивный. И здоровье, трудно сказать. Что там по здоровью? У нас подавленности нет, обычная ситуация, но очень выигрышная. Она связана с тем, что задействована позитивно планет под названием Венера. Она отвечает за две сферы здесь. С одной стороны, это работа, а с другой стороны, это личная жизнь. И если нужна личная жизнь, то вот она, пожалуйста. Один из самых лучших периодов жизни. Потом это еще будет продолжаться какое-то время, там еще через пару лет вспышка, потом еще через год вспышка. По крайней мере, вот сейчас это все вот показано. В зависимости от вашей текущей ситуации, это могут быть и рождение детей, внуков, и что к тому себе представляете? Внуков. У детей и внуков имеется в виду. Да, вот такого плана. А работа? Ну, работа пока, знаете, вот в этом году, наверное, пока хорошо. А вот в следующем году, по весне, к лету, уже тут не скажешь, что хорошо. Там уже опасности существуют. Опасности двух видов. Либо вы сами скажете, зачем это мне все надо. Либо там на работе будут какие-то сложности, реструктуризации или как там называется, не знаю. Все понятно. Спасибо большое, но все позитивно и хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, всего вам доброго. До свидания. До свидания. Так, возвращаемся к Карлу Маркову. Да, видимо, телевидение, все-таки телевизор работающий, он сбивает там лучи добра вокруг телевизора всегда. И они перебивают систему связи, видимо, вот так. Ну, или когда ты слушаешь радио в машине, а тебе начинает звонить телефон, и радио делает какие-то совершенно странные звуки. Это что-то ведь надо вызывать кого? Физиков? Надо вызывать полицию. Так, продолжаем с Карлом Марковом. Очень интересно, давайте. Очень интересная карта, да. Насколько сильная личность в отношении финансов действительно и все. Мне очень понравилось, что торгово-денежные отношения, а Венера, это как раз-таки Венера с Хероном, это торгово-денежные отношения. Так, мне не дают нам договорить, у нас звонок. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мне, Людмила, я 21-е, 1909-е, так, два ночи родилась в Херонск. Людмила, дело в том, что вас плохо слышно, я не... 20 января? Нет, 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 27 января, 1909-е, город Мульск, 2-0. Одну секундочку, вы, ну, как бы не волнуйтесь, сейчас мы все услышим, что-то со связью. Если можно, выключите звук у телевизора и куда-нибудь в стороночку отойдите, а то прерывается немножко, и мы отрывочно слышим. Так, мы записали, Людмила, смотрите, мы записали 27 января, город Мурманск, 1900, какой год не записали? И какой час ночи, еще разочек, пожалуйста? Два ночи. Два ночи. Да, ой, все. Так, 27 января 1949 года, два ночи, Мурманск. 22-й Скорпион. 22-й Скорпион, да, мы видим, что Солнце в Адалии, Марс в Адалии, Меркурий напротив Плутона, то есть мы видим боевого человека, боевого, который спуску не даст, который всего, может быть, добьется, очень активного, готового на борьбу. Готового. Готового, и эту борьбу, которую ведет постоянно. Ну, это у меня поздно, что такое. Да. А что, что вам интересно, Людмила? Мне интересно, я перееду, я уже стою в это, ну, в этого, у реалтора, я не могу, не движет, как, как вам объяснить. То есть вопрос стоит в продаже недвижимости, да, я так понял? Дергается звук, и нам не слышно. Ну, что-то стоит на месте, что-то связано с переездом. С недвижимостью стоит на месте, и все. Но если мы посмотрим, что тут в карте происходит, то с этого лета, вот прямо с этого лета, особенно с июня месяца, с конца июня, начинаются какие-то подвижки. Начинает все двигаться, да? И к осени это все усилится очень сильно. И поэтому, если вы хотите переехать, что-то продать, что-то изменить, то это можно с этого лета до конца года сделать. То есть поговорите с вашим риэлтором. Я уже разговариваю, он говорит так, что это на месте. Ну, продажа не будет. Сложность на рынке. Сложность недвижимости. Видите, продажа недвижимости состоит из двух частей. Это цена и время. То есть, вы понимаете, здесь надо вот подумать. Сколько вам надо для того, чтобы там купить, и здесь продать, и так далее. Вот подумать об этом надо. Я сейчас в прошлом году стою. В октябре это погодит. Центурм, потому что в оппозицию был, поэтому застопорил все вопросы недвижимости. Ну, давайте посмотрим, может, этим летом пойдет. Потому что, если уж и этим летом не пойдет, то я уж не знаю, что говорить и делать. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Посмотрите, цены посмотрите. Может, с этой ценой что-то сделать надо. Может, кому-то там... Это риелтор. Ай, черной. Не я же... Я с риелтором. Риелтор делает все. Ну, понятно, понятно. Но, по крайней мере, вот для переезда это лето и осень подходящие. И вроде как показан переезд. Надо переезжать. А примерно? Ну, как мы примерно скажем? Это очень долго считать. Мы можем сказать, что ну, давайте на осень. Вот так подумаем. На осень, да. После вот этих всех позитивных преобразований, когда и Питер пойдет. Осень только. Самое... Но мы не можем сказать так. У нас вот, смотрите, с конца июня все начинается. Самый позитивный момент осенью. Поэтому... Да, я понимаю. Мы точнее тут не можем, к сожалению. Нам сложно. Так за минуту все... Ну, извините, в пешке с июня начали, да? Позитивный момент с конца июня, да. Ага. А так, в общем, у меня... Да. Но вам не терять бодрости надо. И там у вас все нормально. Вы сильный человек. Угу. Да. На этом только и... Бедный риэлтор, можно сказать. Да, вы его дадите. Да, но мы не говорим, что не надо давать. Может, и надо. Мы же не знаем. Мы просто говорим, что человек, вы сильный. Не теряйте бодрости духа. Вот гните свою линию. Действуйте. И тогда у вас все будет хорошо. И где там какие-то, да, позитивочки помогут. Правильно? Правильно. Большое спасибо. Да, спасибо за ваш звонок. Звоните потом нам еще. Да, всего доброго. Как переедете? Нам очень интересно. Угу. Так. Ну вот, Карл Маркс. Масштаб личности, да. Масштаб. Это же вообще просто прям... Масштаб какой, да. Как охватить и как прочувствовать вот эту вот точность финансового, материального мира. Так он прям, получается, был рожден для вот этого эксперимента звезд. Предназначен, да. Но если мы посмотрим у Владимира Ильича Ленина, тоже он на границе Тельца и Овна родился. И у него прямо в телец там целое скопление планет уходит. Собственно говоря, который подхватил эту идею и стал ее развивать в отдельном государстве, может быть, даже не очень подходящим для развития вот этой теории. А у нас звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Приятно. Я могу задать вопрос? Конечно. Только сначала нам скажите дату, время и место вашего рождения. 19.07.1966 года. Я зарегистрирована в Мурманске, но на самом деле родилась в Калининской области город Торопец. Вот как правильно. Торопец, да, там и будем вас считать. Или, значит, рано утром или ночью. Давайте поставим 3 часа, вот где-то среднее между ночью. Как скажете? 0,3, потому что нам, да, нам никак тут. Ну, мы так, в общем, да. Так, проверяем. 19.07.1966 года. 3 часа Торопец. Тверская, Калининская. Торопец. Тверская. Торопец. 26-й градус рака солнца. Асцендент там же. Елена, а как так получилось, что вы родились вот в Торопеце, а записали вас в Мурманске? А в отпуске? Дело в том, что родители отдыхали там, и неожиданно мама стала рожать раньше времени. И записывают. Вы знаете, сколько таких примеров? Все? Да. А записывать на... Да, они иногда на какого... Они скажут, Лена, там, или Ва, Таня, там, те ребенка куда записывать? Муру записываю, и запишут в Мурманск. Тогда, ну, вот такая система была. Даже вот... Уже они быстренько улетели оттуда и... Зарегистрировали меня в Мурманске. Да, да, да. Очень много таких сюжетов. В отпуске-то очень много появлялось детей. Здорово. А мурманщане уезжали все. Ну, да. Елена, что бы вы хотели узнать, скажите, пожалуйста? Я хотела бы узнать в отношении здоровья. И еще у меня и у сына, у меня взрослый сын, почти 35 лет, уже скоро ему будет, мы планируем с ним переезд в другой город. Вот хотелось бы узнать, как у нас все пройдет. И в отношении здоровья. Сатурнца. А, к Венере квадратура будет, да? Весной. Так, все хорошо. Так, а скажите, пожалуйста, вот сейчас, вот по этому переезду, вот тут показано, препятствия какие-то возникли. Вот с чем эти препятствия связаны, ну вот как вы думаете? Ну, мы только выставили квартиру на продажу, но недавно выставили, поэтому я как-то так, мы не очень торопимся. Угу. Нет такой спешки. Пока в ожидании. Угу. Следующий год, третий квартал, это уже Сатурн перейдет, да, Сатурн уйдет, остановка эта закончится. То есть вот. Квадратура, знаете, на Солнце, на Юпитер, на... Ой, на Марс, на Юпитер будет у Елены. А переезжать вы хотите в следующем году, я правильно понимаю? Ну, я не знаю, дело в том, что как продастся моя квартира. Угу. Если она продастся раньше, чем сын получит свое, то я куплю себе отдельно и перееду. А вот скажите, пожалуйста, вот прямо сейчас, вот она не... Вот прямо сейчас, потому что вот сейчас вот на исходе там, да, где у нас Юпитер-то? Да, Юпитер в 26-м. Да. И Солнце в 26-м, да, получается, а Солнце за квартиру отвечает в данном случае. Возможно. И вот прямо сейчас нет уже покупателей там? Нет? Но с другой стороны, с другой стороны Юпитер перейдет в Близнецы, он проспектирует Луну и Меркурий. Возможно, это тоже, да. Да, то есть здесь тоже такие хорошие показатели. Но вот этот вот остановщик, который останавливает у нас переезд, он все равно здесь висит до конца года этого. Ну да. И он может сделать как, что, значит, переезжать в следующем году, наверное, выгоднее. Что тут у нас еще? Значит, уран что у нас делает? Уран к Солнцу. Уран к Солнцу 60 градусов. Ну, хочется переехать. Хочется, да, здесь есть. И уран к Солнцу 60 градусов. Солнце у нас отвечает за жилье. И если продать здесь, покупать там, как раз это все получится. Ну, а это у нас стоит до следующего лета. До следующего лета. Но вы, наверное, правильно приняли решение, что не надо никуда торопиться. Пусть квартира себе продается постепенно. И переезд впереди есть, просто сейчас как-то он очень напряжен. Он будет полегче к концу года. К концу года, и там первая половина 25-го уже хорошая. Ну, первая половина 25-го. Уже хорошая. Первая половина 25-го уже хорошая. Там вроде как, и если вы захотите работу там найти, будет полегче. И если вы захотите там как-то адаптироваться, тоже будет полегче. Вы уже понимаете, куда вы поедете, да, поскольку сын покупает квартиру. Ну, вы езжаете. Вы очень осторожный человек такой. И это правильно. А в отношении здоровья? А что конкретно вас интересует в отношении здоровья? Ну, у меня есть хроническое заболевание. Ролой. Поэтому фото. Ну, а вы, вот, вы питаетесь правильно, первый вопрос, вот. Как-то тут все. Ну, последние полгода где-то я прямо так очень правильно. Ну, вот здесь почему-то вот показатели, вот, желудочно-кишечные вот эти вот стоят. Там очень много от именно питания зависит. Это вот раз. Второе здесь вот как гармонизироваться, да, луна во льве. Вот с одной стороны рак, да, и человек как-то вот прячется, аккуратный весь, вот, четкий, ответственный, дальше невозможно. А луна во льве вот как-то вот себя показать. Какой-то учительский такой вот гороскоп. Какой, напомню. Учитель. Вы не учитель? Нет. Ну, вот какой-то такой вот на восходе солнце тут все показано. Ну, если в три часа смотреть, а то такого. Квадатура на Марс, что, как по вашему мнению, что может дать? Когда? 25-й, что, 6-й градус. 25-й, ближе к осени. Сатурна вы имеете? Да. Он развернется в третьем градусе, этих проблем еще не будет, да. В третьем. Или надо заниматься плотно, как желудочно-кишечным трактом. Да, но вот это мы не врачи, мы ему ничего не можем сказать, да. Но у нас вот первое все ваши вот нервное все состояние, которое здесь показано, оно отражается на пищеварении, и там пищеварение что-то не дает вот дальше делать. Ну, это надо к врачам, мы не знаем, мы очень рекомендуем. Да, я нахожусь на лечении. Очень вам рекомендую. Ну, я хотя бы доживу до переезда. А чего тут? Тут вроде ничего такого нету. Мне ничего такого негативного. Сатурна ничего там не показывает? Нету. Нету. Чувствительность повышенная, родимость повышенная, самокопание повышенное, психологизм очень высокий. Ну, вот это все показано. Просто надо как бы не накручивать себе вот это, а все ровно отпустить, и все само собой решится, все продастся, и можно будет переехать. И, наверное, наверное, климат, мягкий климат, вам очень рекомендуется. Ну, это Питер, на плане Роспитера. Но Питер по сравнению с Мурманском, это все равно, что Крым по сравнению с Питером, поэтому... Скажите, пожалуйста, а по поводу сына я не могу задать вопрос? Можете, если мы успеем. Вот осталось 10 минут. Может быть, в следующей передаче? А вы можете в следующей передаче позвонить? Чтобы мы могли больше времени уделить. А когда в следующей передаче? В это же время, через неделю. Через неделю. В понедельник, да? Да, в понедельник звоните. Да, звоните прямо сразу. Потому что, видите, мы сейчас столько времени проговорили, у нас не было вопросов. А скажите, пожалуйста, а во сколько начинается передача? Наша передача начинается в 16.00. В 16.00. В 17.00 заканчивается. 16.00? Спасибо. Всего доброго. До свидания. Звоните. А мы договорим про Карла Маркса. И вот Владимир Ильич Ленин вспомнился. И у нас есть очень интересный экономист Михаил Леонидович Хазин. Так, Хазин. Пятое. Тоже он родился в день в день, только в 62-м году. Только в 62-м году, да. И получается, что у него тоже в 15-м градусе Тельца находится солнце. У него тоже свои представления. О мире. И видите, здесь Нептун тоже. Нептун тоже. То есть вопрос справедливости это, наверное. Вопрос поиска правды в этом материальном мире. Здесь тоже стоит. Вот циклические какие-то закономерности. И Сатурн. Видите, узлы Сатурн, Нептун, Солнце. Вот в какой-то такой квадратуре. И тоже Меркурий в близнецах. И Херон, и Юпитер там вот рядышком. Да, да. Это такие вот очень интересные штуковины. И получается, и скорее всего, мы же не знаем время рождения, а может, у него и Луна в Тельце тоже. А, может быть. Я поняла масштабность Карла Маркса из-за того, что Солнце и Новолуние, и прямо на узлах. И здесь как бы такой резонанс на общественность. Да, вот на всех людей, которые близко к нему родились, и занимаются экономикой. Очень интересно наблюдать. Ах, эти тельцы, посмотри, как они чувствуют деньги. Да. Это очень интересно. И не то, что себе, да, а с научной точки зрения. С научной точки зрения именно это интересно. Здорово, здорово. Ну, уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем нашу программу. Желаем вам всего хорошего и замечательно. Пользуйтесь Новолунием в Тельце для построения ментального образа вашего замечательного благосостояния в будущем. Да, благосостояния, благополучия, всего самого вкусного и такого хорошего, что вы себе хотите стелиться от нас об этом. Прощаемся ровно на неделю. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова